Заревой дождь Был конец апреля. С карнизов домов срывались крупные капли. Теплый ветер сдувал их. Они мягко шлепались в стекла окон и медленно сползали. Ефим Бедарев лежал в районной больнице в маленькой балате на плоской койке. Он почернел от болезни, устал. Часто заходил врач, молодой парень. — Ну, как дела? — Как вся же была, — с трудом отвечал Ефим. В темных глазах его на миг вспыхивала странная веселость. — Подвожу баланс. — Бросьте вы. — Я шитейно, — успокаивал Ефим. Ему нравился доктор. Он был до смешного молодой и застенчивый, этот доктор. — Лекарства пили? — А как же? — Лучше стало, чую. Доктор пытливо смотрел на больного. Тот спокойно выдерживал его взгляд. — Не веришь? — Ха, доктор, да чего ж ты, молодая еще? Прямо с завидки берут. Доктор краснел. — Как это? Не верю. Зачем вы так? — Ефим легонько хлопал его по руке. — Все в порядке, сынок. Я понимаю. — Я не жалуюсь. Мне бы только дочь. Ей послали телеграмму. — Вот хорошо. Ефим хотел увидеть единственную дочь Нину. — Это хорошо. — В полдень, когда в палате никого не было, в открытое окно с улицы заглянул человек в белом полушубке. Оглядел палату, снял с огромной головы горлушковую шапку и лег грудью на подоконник. В палате запахло талой землей и овчиной. — Здорово, Ефим. Больной повернул голову и от удивления округлил глаза. Пошевелился, хотел приподняться, но человек в полушубке замахал рукой. — Лежи, лежи. Ефим внимательно смотрел на пришельца. — Зашел попроведать. — Заговорил тот, глядя раскосыми глазами, не то на больного, не то мимо. — Как делишко, Ефим? Ефим успехнулся. — Хорошо. Большеголовый, понимающий, кивнул, вылез из окна, вызморкался на землю и снова влез и лег на подоконник. Некоторое время смотрели друг на друга. — Значит, как я понимаю, плохо дело, — сказал Большеголовый и опять понимающий кивнул. — Ты для чего припал сюда? — спросил Ефим. — А приехал гость и к зятю, — охотно заговорил Большеголовый. — Ну, узнал, что ты, значит, прихворнул. — Ага. Ну, сидел на крылечке и так меня разморило. — Вот, думаю, весна. Хорошо. Солнышко светит. — Да, а помирать все одно надо. Он полез в карман, полушубка, за кесетом. И опять же так подумал. — Вот, живем мы, живем. Вроде так и надо. А смертненькие-то и не думаем. А она, раз, тут как тут. — Здрасте, — говорит, — забыли про меня? Большеголовый посмотрел прямо на Ефима. — Взять хоть тебя, Ефима. Он долго слюнявил край газетной самокрутки. — Ну, ну, жил, думаю, человек, активничал там, раскулачивал. Ам, и все такое. Большеголовый прикурил, заботливо отмахнул от окна белое облачко дыма. Крест с церкви тогда своротил. А помнишь? — Помню. Как же? — Вот. — Я к чему это? Там есть бог или нету? Это ладно. Не про то сейчас. Я хочу узнать, как вообще-то. — Что? Мучишься? — Хочешь знать, мучает меня совесть, что я вас раскулачивал? Это что ли? — Ага, вот это самое. — Нет, Кирилл, не мучает. — Нисколько. А бога ты зря приплел. Ты же сам не веришь. Хоть бы сейчас ты не велел душой. Кирилл успехнулся. — Да богу не верит, правда. Ему, как я понимаю, никто не верит. Притворяются только. — Молодец. Хоть до старости лет за ум взялся. — Не радуйся, шибко-то. Большеголовый назидательно посерьезнел. — Я тебя не божаю, Ефим, но хочу сказать. Кто в жизни обижал людей, тот легко не умирает. — Ой, как я испугался, прям трясусь весь. Дурак ты, Кирилл, и всегда драком был. Ха, блаженник явился. — Это ты передо мной не селешься, — продолжал Кирилл. — А самому страшно. — А я не помру? Откуда ты взял, что я помираю? — Ничего, ничего, — значительно сказал Кирилл, и затянулся трескучим самосадом. — Пошел, доктор. — Это еще что такое? — накворился он, увидев Кирилл. — Это сосед мой, — сказал Ефим. — Пусть постоит. — Брось не курить-то, и лучше бы уйти. — Нет, — запротестовал Ефим. — Пусть поможет. Кирилл сполз с подоконника, старательно затоптал окурок. Врач заставил Ефима выпить лекарства, посидел немного рядом с ним и ушел. Кирилл снова лег на подоконник. — Хороший уход здесь, — сказал он. — Хороший уход здесь, — передраздил его Ефим, неожиданно почему-то рассердившись. — Аглоеды. — Не шуми. Это тебе не цельсовет, а больница. — Помолчали. — Кляжу я на тебя, Ефим, — заговорил вдруг Кирька задумчиво и негромко. — Я не могу понять, ведь сколько ты мне вреда сделал. Хозяйство отобрал, по тайге гонял, как зверя какого, сослал вон куда, к черту на кулички. Так, а зла у меня на тебе нету большого. Не то, что совсем нету. Подвернись тогда в тайге, я бы, конечно, хлопнул. Но такого, чтоб света белого не видеть, такого нету. Один раз, помню, караулил у твоей избы чуть не до рассвета. Сидел ты с бумажками прямо на спороть окна. Раз десять прицеливался и не мог. — Не поверишь, наверное, в тайге мог бы, а дома нет. Сижу, ругаю себя последними словами, а стрельнуть не могу. Ефим скатил по подушке голову в сторону Кирьки. С любопытством слушал. — Ты какой-то все-таки ненормальный был, Ефим. Не серчай, я по злобе говорю. Я не ладься пришел. — Мне понять, охот, почему ты таким винтом жил, в каждой бочке затычка. Ну, прятал я хлеб, допустим. А почему у тебя-то душа болела? Он ведь мой хлеб-то. — Дурак, — сказал Ефим. — Опять дурак, — обозлился Кирька. — Ты пойми, я ж серьезно с тобой разговариваю. Чего нам с тобой теперь делить-то? Насобачились, на свой век хватит. Чего тебе понять, охота? — Охота понять. — Чего ты добивался в жизни? — терпеливо пытал Кирька. — Каждый человек чего-то добивается в жизни. Я, к примеру, богатым хотел быть. — А ты? — Чтоб дураков было меньше. Вот чего я добивался. — Чего? Кирька полез за кесетом. — Я ему одно, а другое. Богатым он хотел быть. — За счет кого? — Дурака хитрый. — Сам ты дурак, трепач. — Новая жизнь. — Сам не жил, как следует, и другим не давал. — Ошибся там в жизни, Ефим. Ефим закашлялся. Высохшее тело его долго содрогалось и корчилось от удушающих приступов. Он смотрел на Кирьку опаляющим взглядом, пытался что-то сказать. Пошел к доктору и бросился к больному. Кирька слез с окна и пошел из ограды. К вечеру, когда больничные окна неярко пламенели в лучах уходящего солнца, Ефиму Бедареву стало хуже. Он лежал на спине, закинув руки назад. Время от времени тихо стонал, сжимал непослушными пальцами тонкие прутья кровати, напрягался, хотел встать. Но болезнь не выпускала его из своих цепких объятий, Жгала губительным огнем, Жаром дышала в лицо, Жарко, мучительно жарко было под одеялом, В жарком тумане качались стены и потолок. Над Ефимом стояли врач и дочь Нина, Женщина лет тридцати, Только что приехавшая из города. — Что сейчас? — Ночь, — спрашивал Ефим, очнувшись. — Вечер, солнце заходит. — Закуреть бы. — Нельзя, что вы. — Ну, пару раз курнуть, я думаю, можно. — Да нельзя, нельзя. Как же можно, папа? Ефим обиженно умолкал. И снова терял сознание, И снова хотел встать. Упорно и безнадежно. Один раз в беспамятстве ему удалось сесть в кровати. Дочь и доктор хотели уложить его обратно, Но он уперся рукой в подушку, А другой торопливо рвал ворот рубашки И тихонько, горячо, со свистом в горле шептал. — Да к чему же? К чему? Я же знаю. Я все знаю. В сухих воспаленных глазах Его мерцал беспокойный трепетный свет Горькой какой-то мысли. Кое-как уложили его. Дочь припала к отцу на грудь, Затряслась в рыданиях. — Папа, папочка мой хороший, папа! Доктор увел женщину из палаты И остался с больным один. Ефим притих. Врач сидел на кровати, Смотрел на него. — Кирька! Позвал Ефим, Не открывая глаз. — Чего? Откликался чей-то голос. Врач сдрогнул и обернулся. В окна стоял Кирька И глядел на Ефима. Он давно уж наблюдал За непосильной борьбой человека со смертью. — Вы что тут? — Смотрю! — Это кто? — Кирька! Спросил Ефим. — Я! — Пришел? — Ага! — Ничего, Кирька! Ефим жадно дышал. — Я потом с тобой потолкую. — Конечно, жалко малость. — Ничего, лежи, Ефим. Врач ничего не понял из этого странного разговора. Он решил, что Ефим опять бредит И сделал знак Кирьке, чтоб тот ушел. Вольной волновался. Кирькина голова исчезла. Ночь кончалась. Заревая сторона неба нахмурилась тучами, Повеяло с адхлым теплом болотистых низин, Собирался дождь. Где-то прогудела машина. Несколько кобелей-цепняков простуженно забухали в рассветную тишину. Над Ефимом склонились врач и дочь. — Все? — Спросил Ефим одними губами. У женщины запрыгал подбородок. Врач воскликнул. — Что это вы, Ефим Назарович? Глупости какие? — Открой окно. — Оно открыто? — Тяжко. — Дина, дочка. — Ребятешек... Ефим, повел подыскевший взгляд в сторону, Потянулся под одеялом. Лицо покрылось мучнистой бледностью. Он закашлялся. Изо рта на подушку протянулся тонкий ручеек сукровицы. Последним усилием рванулся он с койки, сел. Доктор и дочь подхватили его. В горле у Ефима кипело. Он хотел что-то сказать, но только мычал. Он плохо держал голову. Пачкал белый халат дочери, теплой кровью и мычал. Хотел что-то сказать. — Что, Ефим, а плохо? С искренней участливостью спросил друг посторонний голос. Это Кирька опять стоял у окна. Ему никто не ответил. Его даже, наверное, не услышали. Ефим сразу отяжелел в руках дочери, обвис. Его бережно положили на койку. Стало тихо. Женщина окаменела у койки. Смотрела на отца большими глазами. В стекла окон сыпанули первые крупные капли дождя. Деревья в больничном саду встрепенулись, закачали ветвями, зашумели. Порывом ветра в окно палаты закинуло клочок бумаги. Он упал к ногам женщины, тихо шаркнув по полу. Она вздрогнула. Опустилась перед отцом на колени. Кирька медленно пошел прочь от больницы. Шапку забыл надеть. Нес в руках. Теплый, обильный дождь полоскал голову, стекал по лицу, по шеи, за ворот, барабанил по полушубку. Это был желанный дождь, первый в этом году. Шел Кирька и грустно спотрел в землю. Жалко было Ефима Бедарева. Сейчас он даже не хотел понять, почему жалко. Грустно было и жалко, и все. Дождь шумел, отплясывал на дороге тысячу длинных сверкающих ножек. Кипело, булькало в канавках и в лужицах. Хлюпало. Василий Макарович Шукшин. Заревой дождь. Читал Джохангир Абдулаев. 4 декабря 2024 год. Кто еще не успел подписаться на аудиокнижный канал Аудиотеха Всемирной Литературы, жмите на «Подписаться» под видео и слушайте новые аудиокниги. Ставьте лайки, оставляйте отзывы, делитесь видео с друзьями. Это способствует продвижению контента в YouTube. Вы также можете поддержать авторский канал на бусте, донатом или подпиской, где прослушивание именно аудиокниг намного удобнее. Все ссылки под видео. Субтитры сделал DimaTorzok